В нашей студии появился просто потрясающий магический гость Антон Челей, фокусник, представитель Американской ассоциации иллюзионистов IMS. Антон, привет! Привет, привет, привет! Ты был у нас полгода назад, но выглядело совершенно иначе. Мы даже думали, ты или не ты. Это было? Вообще, я только по голосу тебя узнала в коридоре. Вот, пожалуйста. Мы так показываем это тебе, чтобы ты тоже удивился сейчас. Да, но я писала этот пост, поэтому я немного... Да, мы украли это из твоего инстаграма. Что случилось? Что случилось? Ну, это один из новых фокусов, поэтому, в принципе... Вот об этом мне хотелось поговорить всем девушкам Кубани вообще. Как так сделать? Ну, правда, да, ты решил заняться своим здоровьем. Да, почему бы и нет. То есть решил измениться, потому что... А чего это тогда внезапно? Почему так? Ну, артисту лучше в форме быть хорошей. А, то есть все-таки... Да, в принципе, и просто решил так. Мне было это интересно сделать. Ты похудел, ну, так, достаточно сильно. Сколько килограмм сбросил? Килограмм около 30 примерно. Серьезно? Да, да. Что ты делал? Что ты делал? Правильно питался, изучил этот вопрос основательно, то есть вплоть до научных исследований. И, в принципе, если честно, диета – это не такая сложная вещь, просто сейчас относится очень странно к ней, там, гречневая диета, какая-то молочная или кефирная. Ну, в плане того, что это полная ерунда, потому что две недели вы сидите, у вас организм испытывает стресс, и потом вы это все наедаете еще больше. Отрываетесь. Да, то есть... А ты? Нужно вводить привычку. Просто вот привычка не есть фастфуд, да, заменить еще чем-то, допустим. Жирную свинину можно заменить куриной грудкой. То есть не просто сесть на диету на месяц, а приучить, что всю жизнь нужно питаться по-другому, правильно? Вы просто привыкаете, да, и все. То есть я мало потребляю соли, допустим, вода не задержится в организме. Я уже привык. Пироженки, пельмешки. Только подсластители я могу, то есть какие-то напитки с подсластителями, но эта тема не вредная, то есть было много исследований, в принципе, но... Антон, слушай, мы сейчас бесконечно будем разговаривать. Нужно отдельную рубрику делать. Слушай, ну вот ты у нас был, ну да, чуть больше, чем полгода назад, и в творчестве что-то поменялось? Да, конечно, сейчас он... Так, у тебя новый чемодан. Сейчас я сейчас покажу, да, новый интересный чемодан. У меня есть веревка, она белого цвета. Если завязать узел, как вы думаете, что вообще фокусники делают с узлами? Развязывают их, конечно. Развязывают, правильно? Да, как-то щелкают пальцем, может быть, как-то двигают странно руками. Но согласитесь, это, конечно, интересно, но не современно. Можно взять что-нибудь, сделать поинтереснее. Допустим, у меня есть красная веревка, мы просто смешаем эти веревки вместе, и узел уже буквально переместится. Да, то есть белый узел будет тут. Буквально можно сорвать, держите, потрогайте, и вернуть сюда обратно. Но самое интересное, это знаете, что, как вы думаете, как это вообще может делаться? Так, а нам нужно, знаете, что сделать? А мне кажется, вот наши телезрители ничего не видят. Да, хорошо, без проблем. Давайте мы это обвинем ваше. Да, или закрываем. Мы можем закрыть тогда, даже удобнее быть. Смотрите, вообще некоторые говорят, что это магнит, может быть, какие-то зацепы. Но давайте представим, если это реально волшебство, что бы было? Вот, допустим, узел белый перескочил сюда. Как вы думаете, что произошло? Держите вот вы за этот конец, а вы просто... Но он снимется, да. Внимательно, он не снимется, он станет просто частью этой веревки. Вы можете потрогать, посмотреть, что это действительно часть веревки красной. В руках у меня ничего нет. А как? Она же была просто красная. Да что же вы делаете? Да, самое главное верить в волшебство. Это же самое важное, я считаю. Антон, слушайте, ну вы очень верите в волшебство. Заходите на ваш сайт, и там можно выбрать абсолютно любой город нашей страны. Вообще любой. И вы приедете, выступите. Да, конечно, сейчас участились заказы. В Москву, в Питер, то есть в дальние города, часто в Ростов езжу. Где далеко был? Где далеко был? Ну вот Москва, Беларусь. Ну я родом оттуда, поэтому из Минска бывают часто заказы. О, в Беларуси самые чудесные люди живут, мне кажется. Нет, правда. Возможно, возможно. Вот сам придумываешь вот это все. Смотри. Ну, смотрите, либо я варьирую какие-то трюки, либо сам придумываю. Потому что одно дело есть, да, как биты в песне. Их складывают просто в разные последовательности. Так же и фокусники. Но есть иногда, когда создаешь новые принципы, это уже намного сложнее. А может, что-нибудь еще? Пожалуйста. Что-нибудь еще? Да. Хорошо. Так. У меня есть пару карт. Я прям покажу, чтобы виднее было вам, виднее было камере. Зрителям. Зрителям, да. Все убираем, убираем. Фокус с вами. У меня есть один джокер. Я его кладу сюда. Ваша задача, просто вот так прижмите и смотрите. А можно мы покажем нашим джокерам, что это джокер? Сейчас я все покажу. Хорошо. Держите пока что. Пока что. Действительно, держите. Вы тоже держите. Так, берем еще одного джокера. И вам тоже нужно будет держать. Хорошо? Пальцем прижать. Да, палец прижать. Окей, прижмите пальцем. Смотрите, тут джокер, тут джокер. Покажу. Да, то есть на камеру, что у меня еще есть два джокера. Если бы мои джокеры поменялись с вашими, это было бы удивительно? Ну, поменялись местами. А я? Ну, вы бы ничего не заметили, правильно? Да. Хорошо. Ну, знаете, вот самое интересное, вы держите джокеров. У меня в руках джокеры, правильно? Теперь на счет три переворачивайте. Раз, два, три. И в руках у меня тузы, и у вас тоже тузы. Точно так же. Ничего себе. Что такое? Что происходит? Антон, научите. А еще есть что-нибудь? Научите какой-нибудь, ну, хоть что-нибудь. Еще что-то показать. Еще, еще. Еще что-нибудь? Еще, еще, давайте еще. Хорошо, покажу вам прям супер-супер визуальный трюк. Главное, нужно будет следить за этим всем внимательно. Вас двое, поэтому мы выберем двое карт именно сейчас. Скажите просто в какой-то момент, стоп, вы. Стоп. Стоп. Все правильно, хорошо. Запомните эту карту. Зрители тоже могут запомнить. Хорошо, ну... Маш, не надо было ему говорить. Давайте еще раз. Давайте еще. У меня еще попытка номер два. Попытка номер два. Вы тоже скажите где-нибудь стоп. 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 А мне не надо вслух произносить? Вслух не надо. Лучше не стоит. Просто мы запомним, да, эту карту и кладем. Знаете, самое интересное, что дело-то не выберет. То есть какая-то карта будет. Просто самое главное, что они попали в центр. Это же не ваша карта. Нет. И внизу не ваша. Нет. Правильно, значит, ваши карты где-то в центре. Но фокус сам не в этом. У меня есть такая визитница прозрачная. Можете посмотреть, что она прозрачная полностью. Хорошо, зрителям тоже можно посмотреть. Все нормально. Мы берем не вашу карту, правильно? Восемь червей, это точно не ваша карта. Нет, не моя. И не похоже вообще никак. Нет. Хорошо. Теперь смотрите внимательно. Мы направим камеру сюда, чтобы это все было визуально видно. И одна карта появляется. Это пять бубил. Это Маша. Это моя. Еще одна карта. Это туспик. Это вообще. Мы просто берем все это, вытягиваем, вытягиваете туспик. Друзья, вы это видели? Антон, это что за изобретение такое? Ваши? Что это за изобретение? Волшебное? Вы в Хогварте были? Нано-роботе. Сама есть? Изучаю не только диеты, фокусы, но еще нано-роботы, технологии. Слушай, ну это вообще, это просто. Я никогда такого не видела, клянусь. Никогда. Это просто волшебство. Друзья, это потрясающе. Антон Челест, у них хорошего утра. Спасибо за речи, абсолютно, да, это интервью вы можете посмотреть на сайте kuban24.tv.